Дождь в конце октября в Якутии явление редкое. Если ребятишки, несмотря на гололед, довольны, взрослые озабочены тем, чтобы дойти до нужного места без трав. Тему продолжит Елена Фаст. Последние два дня потеплело, а в ночь на 24-е припозднившиеся наблюдали настоящий дождь. Те же, кто уже спал в это время, смогли оценить последствия рано утром. Дороги, тропинки, все превратилось в каток. Очень скользко, очень скользко, да. Сплошной каток был на дороге. Неожиданно было до конца октября такие? Неожиданно, но мы вчера вечером видели, что идет дождь, поэтому узнали, что погода будет именно такая. Дорога будет в таком состоянии. Было очень скользко. Да, с середины и конца октября такая погода все свойственна. Я думаю, что я тоже думаю, что мне больше понравится, уже стало стабильно. Боимся за детей, за своих соляков. В одну и все, конечно, такое давали. Погода дама с характером. Пенять на нее смысла нет. Поэтому машин в этот день наблюдалось намного меньше. А пешеходы старались вооружиться терпением и нескользящей обувью. Философское отношение тоже имеет место быть. Гололеду, по-моему, никто не готовит. И не готовится. Хотя нет плохой погоды в природе, но вот такие случаются. А вот службам погода добавила работы. Посты ГИБДД были выставлены в районе школ, где ситуация могла быть более опасной. Сегодня у нас сложные, так сказать, климатические условия. У нас гололед. Существует мы проводим профилактические мероприятия. Стоим в основном возле школ. У нас сегодня задействованы транспортные средства на цепки сложных участков. Все службы у нас работают. Уже с утра можно было наблюдать все явления. Яркое слепящее солнце, ледовый каток, а чуть ближе к обеду объявились лужицы. С неба посыпал снежок. Далее все это чередовалось в хаотичном режиме. С небесной канцелярией не поспоришь. Подсыпка песком, крайняя осторожность за рулем и нескользкая обувь. Плюс бдительность при любых передвижениях.